Вы смотрите очередной выпуск программы Иран. Сегодня с вами я, Фархад Ибрагимов. Здравствуйте! Обычно летом, что называется, информационного шума недостаточно для того, чтобы раздуть такой целый информационный повод, но в случае с Ираном все так не кажется и все достаточно неоднозначно. Итак, новый президент Исламской Республики Иран Саид Ибрагим Раиси приступил к формированию своего кабинета. Учитывая, что Раиси является выдвиженцем правого крыла иранских фундаменталистов, можно с уверенностью утверждать, что Иран в некоторой степени под его руководством может радикализироваться. Во-первых, потому что в Иране в ближайшие годы не будет противовеса консерваторам в лице реформатора президента, как это было при Хасане Рухани. Президентом избран человек во всем солидарный с верховным лидером страны Аяталы Али Хамени. А вот французская известная газета Le Monde считает, что Хамени назначился в нового президента, который взвалил на свои плечи тяжелый груз, находящийся в изоляции режима в кавычках. Причем добавляет издание, что Раиси не только возглавит новое правительство, 13-е по счету за год исламского правления, но и станет преемником старого престарелого Аяталы в этот трудный период, который переживает сегодня Исламская Республика Иран. Именно поэтому таким человеком выбран политик из круга фанатично преданных режиму деятелей, знаменующих приход на иранский олимп людей другого поколения и уход поколения отцов-основателей Исламской Республики Иран. Констатирует Парижская газета, что период смены поколений совпал со временем, когда страна находится в катастрофическом экономическом положении и переживает глубокий кризис своей легитимности. Загадывать не будем. Да, в нашей передаче мы одни из первых и неоднократно предполагали такой сценарий развития, но Иран умеет удивлять своей непредсказуемостью. Так что не будем, в отличие от французских коллег, загадывать наперед и, в кавычках, назначать Раиси верховным лидером страны. И не будем забывать, что иранская элита, как и любые другие элиты, неоднородны. Не исключаю, что среди Аятолл, есть сторонники Раиси, которые хотели бы видеть его новым рахбаром, но есть и другие, которые ставят на иного кандидата, которые вполне вероятно у них уже есть. Да и не будем забывать, что Хамени, несмотря на достопочтенный возраст, сам еще вполне принимает решения и сам влияет на процессы такого рода. Пришедший во власть Раиси хоть и консерватор, но все же владеет амбициями личного характера. Не исключено, что он захочет менять ситуацию как внутри страны, так и снаружи. Некоторые эксперты отмечают неспособность Раиси к диалогу, потому что смотрят на него не как на президента, а на главу грозной судебной власти. Но все же нужно различать. Перед нами теперь новый Раиси. Раиси – президент. Что же можно подразумевать под амбициями личного характера? Наверняка попытку вписать свое имя в многовековую персидскую иранскую историю, в которой могло бы быть написано, что Раиси удалось вывести страну из тупика изоляционизма и передать ей новый импульс. Почему бы и нет? Именно об этом со всей очевидностью свидетельствуют его первые шаги в должности президента. Принявший 5 августа присягу новый глава исполнительной власти Ирана Ибрагим Раиси уже через дипломатические линии активизировал свой диалог с кем? Прежде всего со своими соседями в регионе. Уже из Тегерана пошли разговоры об активизации долгожданного проекта международного транспортного коридора Север-Юг, который никак не может быть достроен и поэтому прошлое правительство Рохани отложило его реализацию этого коридора в долгий ящик. Активизировался диалог с Россией, Турцией, Азербайджаном. Впервые делегация Саудовской Аравии приняла участие в церемонии на инаугурации Раиси. И это при том, что отношения Тегерана и Эр-Риада, ну вежливо говоря, находятся на довольно низком уровне. То есть в Эр-Риаде почувствовали ветер перемен и готовы к диалогу. Не исключаю, что этого ждали в Тегеране. И вот тут у Раиси появилась уникальная возможность перезагрузить отношения с мощной финансовой державой Ближнего Востока и, что называется, перевернуть страницу. А что может быть в итоге, тут уж время покажет. Говоря об окружении, которое начал формировать Раиси, следует отметить то, что сейчас новый президент нуждается прежде всего проверенных временем людям, а не тех, кому благосклонно или неблагосклонно относятся на Западе. Да и практика показывает, что проходит время и неблагосклонность меняется на договороспособный тон. Тем более, что на Западе надеются, что в скором времени ядерная сделка будет установлена в полной мере. Да и в Тегеране явно этого ждут. Раиси своим одним из первых указов по формированию правительства страны назначил Мохаммеда Мохбера, который находится в санкционном списке США своим первым заместителем. Мохбер имеет докторскую степень по международному праву и имеет репутацию довольно опытного администратора. До последнего времени Мохбер занимал должность главы штаба по исполнению распоряжений имама Хомейни. Это специальная исламская структура, в которой он работал последние почти 15 лет. Как пишут негосударственные СМИ, штаб является одной из священных коров, одним из толпов Исламской Республики, подчиняющейся напрямую верховному лидеру страны, освобожденной от налогов и накопляющей на своих счетах громадные активы. В свое время находящаяся несистемная позиция интернет-сайт Ирам Пресс-Ньюс писал, что этот штаб является экономической империей под руководством Али Хаммедии и финансовой опорой исламского режима. Последние месяцы именно в заслугу научно-эпидемиологическим структурам штаба ставили производство первой в Иране отечественной вакцины от коронавируса. Отмечу, что в середине декабря 2017 года, в первый год президентской каденции Трампа, Министерство финансов США включило Мохбера как главу штаба одновременно с главой Астаны Кудзо-Розави крупнейшего исламского благотворительного фонда. Им тогда являлся только что приступивший к своим президентским обязанностям Саид Ибрагим Раиси в свой санкционный список. Сама возглавляемая Мохбером организация уже фигурировала тогда в списке пребывающих под санкциями. Подвергнув Мохбера санкциями, США немедленно пригрозили, что любое физическое или юридическое лицо, имеющее с ним дело, неминуемо столкнется с американскими санкциями. Ну, неудивительно, эта риторика повторяется из года в год. Таким образом сложилась ситуация, при которой функционер, фигурирующий в санкционном списке как США, так и Евросоюз, назначил своим первым зам видного иранского политика, который также находится под санкциями. Надо отметить, что за всю 42-летнюю историю функционирования Исламской Республики в Иране подобная коллизия случается, ну, впервые. Отметим еще одну существенную деталь. Должность первого вице-президента, которую занял Мохбер в отсутствии в Иране в течение последних 30 лет номинального поста премьер-министра, как раз и соответствует фактически функции непосредственного главы исполнительной ветви власти. Мохбер имеет блестящий в рамках Исламской Республики послужной список. Участие в рядах корпуса Стражей Исламской Революции во время Ирано-Иракской войны, заместитель губернатора Южной провинции Хозистан, одной из самых проблемных, зам исполнительного директора важнейшего иранского фонда обездольных, еще одного финансово-идеологического монстра режима, как его так называют на Западе, глава штаба по исполнению распоряжений Имама Холмени, ну, ничем не идеальный кандидат. На ключевой пост руководителя своего офиса своей администрации президент назначил консервативного экс-коллегу по работе в судебной власти Галяма Хосейна Исмаили. Исмаили приобрел большую известность в стране своими воинственными заявлениями на посту руководителя пресс-службы юридического ведомства, оправдывая непропорциональное применение силы при разгоне многочисленных протестных актов, в том числе последних месяцев, связанных с перебоями в подаче воды и электроэнергии в различных регионах Ирана, в частности, в Хозистане, а особенно именно в этой провинции. Выходцами из Ксир и другой подобной военно-политической структуры консервативного толка полувоенизированных формирований Басич уже заполняется в подаче фундаменталистского президента и посты мэров крупнейших городов страны. На должность городначальника Тегерана избран Али Реза Закани, заработавший много лет руководителем Басиджи Данас Джульян, в формировании консервативного студенчества. Как пишет иранская пресса, его избрание произошло при поддержке сверху. Об этом свидетельствует распространенный в фарсоязычных социальных сетях аудиофайл с голосом представителя городского совета Тегерана Мехти Чамрана, из которого ясно, что хотя выборы были тайными, члены совета действовали под оказанным на них давлением. Реагируя на такой факт, сам Закани заявил, что Рей Иси предложил ему баллотироваться на пост мэра, обещая всяческую помощь. С этого поста вышли в большую иранскую политику экс-президент Ирана Махмуд Ахмадиниджад, нынешний спикер парламента и неоднократный участник президентской гонки Мохаммед Багир Галибав, ну и многие другие политики. Чего можно ждать от нового правительства, которое только начинает формироваться? Кстати, сегодня стало известно еще о вероятном списке нового кабинета министра. Особенно нам пригляделся вероятный кандидат на пост главы МИДа. Об этом передает телеграмм канал дежурный по Ирану. Вот что он пишет. Рейси представил предварительный список членов кабинета министров. Сегодня президент Ирана Еврагим Рейси представил Меджлису предварительный список кандидатов на министерские посты нового правительства. Телеграмм канал напоминает, что каждую кандидатуру кабинета министров должен одобрить парламент. Меджлис. Список пока неофициальный, поэтому всех кандидатов, пожалуй, обсуждать рано. Однако в нем есть имя следующего главы министра иностранных дел. Им может стать советник по международным делам спикера иранского Меджлиса Хосейн Амир Абдуллахиян. Слухи о его назначении появились давно и особых сомнений, что главой МИД станет именно он, нет. Абдуллахиян – личность известная и видная. Он обладает опытом работы в МИД на должности заместителя министра иностранных дел. При этом он занимал этот пост первые три года после назначения главой МИД Мохаммеда Джавадзарифа. Абдуллахиян также активно появлялся в СМИ, комментируя внешнюю политику страны. Считается, что он близок к консерваторам. В то же время это опытный и умеренный политический деятель. Также важно, что в публичных выступлениях Абдуллахиян в целом положительно отзывается о внешней политике России при президенте Владимире Путине. Ну и вдогонку информация, поступившая во время подготовки выпуска нашей сегодняшней программы. Президент РАИСи представил парламенту на согласование официальный список членов нового правительства. Так что уже к следующему выпуску нашей программы мы уже будем знать, кто же они – новые министры Исламской Республики Иран. Не будем чересчур критичны и пессимистичны. Да, то, что перед нами предстанет Иран консервативнее, сомнений фактически нет. Главное, чтобы иранская прагматика, присущая как консерваторам, так и реформаторам, осталась при них. Чтобы мы могли дальше сотрудничать и развивать свои взаимоотношения. А вот все остальное – это уже внутреннее дело Ирана. Что тут говорить? Понятно, что Иран будет и дальше развивать свои взаимоотношения с соседями. Ему это предельно важно. Не исключено, что может, наметиться, некое тепло в отношениях Ирана со странами Запада. Но, во всяком случае, с европейскими партнерами точно. Рейси хоть и консерватор, но прагматика обладает. Да и европейские партнеры все это прекрасно осознают. И понимают, что деваться некуда. Иран сегодня он такой, какой он есть. И никто его изменить не в состоянии. Да и никто менять его не собирается. Подписывайтесь. Телеграм-канал Вархат Ибрагимов. Вестник Кавказа на YouTube. Еще больше статей и материалов на иранскую систематику читайте на сайте вестикавказа.ру. До следующего раза. Субтитры создавал DimaTorzok